Носители черкесского языка еще раз убедились в красоте и силе родной речи в рамках фестиваля «Ко дню черкесского языка», который прошел в столице республики. Более ста участников в своих выступлениях продемонстрировали зрителям певучую прелесть адыгского языка и убедили слушателей, что родное слово еще живо, хотя и нуждается в поддержке. Фатима Даурова подробнее. Холл республиканской филармонии полон гостей и участников фестиваля «Енубзарабзасиадыгабзе», который приобщен ко дню черкесского языка и письменности. Студенты декоративно-прикладного искусства колледжа имени Аслана Даурова представили свои работы в тематической выставке, отображающей культурные традиции адыгов. Желающие имели возможность поближе познакомиться с древним искусством плетения ценова Карджен, которое демонстрировал молодой мастер, а рядом его коллега по цеху Дана Попшова заинтересовала юных черкешинок отточенной техникой золотого шитья. Ловкие пальчики золотошвейки умело перебирают шелковые нитки, и на тканном холсте появляется рисунок – национальный черкесский орнамент, которым когда-то собственноручно украшали свои платья черкешинки-горянки. А золотошитье пошло вот от игол. Они шили платья, сумки. Получается национальное платье, да? Да, национальное платье. Там узоры они делали, орнаменты. А ты сказала, что двумя нитками делается? Да, двумя нитками. Можно и одной, можно и двумя. Но обычно делают двумя. А, понятно. Ну, получается, одна с изнаночной, да, столиная, я понимаю, уже девчонка? Да. Чёрную нитку абсолютно. Очень интересный цвет. Тем временем на сцене началось главное действо фестиваля. И в главной роли учащиеся разных школ носители черкесского языка. В программе театрализованные представления, выступления хоровых коллективов, ораторов и декламаторов, и, конечно же, танцевальные номера. Зритель был удостоен возможности насладиться звучанием родной речи в литературном формате. А театральные эпизоды с пародиями на современность в аспекте на проблему ассимиляции адыгского языка затронули один из самых главных вопросов, который сейчас волнует черкесскую общественность. Везде, где возможно, мы все общественные организации, и я в том числе, естественно, постоянно говорим, что нельзя терять свой родной язык, что это просто невозможно его терять, нельзя. Язык, конечно, он не теряется, теряют люди, которые не хотят его изучать. Это вообще предательство по отношению к своему народу. Когда ты на себе его останавливаешь, зная язык, не передаешь его своим детям, ну, это просто, я считаю, огромный грех. Большая печаль в том, что мы теряем свой красивый родной язык. Родной язык изучается не для того, чтобы, скажем, просто его знать. Нужно в этом нести культуру, нести традиции народа. Надо передавать из поколения в поколение все то хорошее, что мы переняли от своих предков. По мнению организаторов фестиваля, общественного движения ДКХС, Черкесский парламент, Карачаева-Черкесии, такие мероприятия во многом способствуют популяризации родного языка. И работа в этом направлении должна вестись непрерывно в целях сохранения этнической самобытности и культурного достояния народа. Фатима Дорова, Лебастана, Вести, Карачаева-Черкесия.